Ледовая арена «Жемчужина» в Находке открыла свои двери для посетителей. Как уточнили в Краевом министерстве спорта, для свободного катания выделены определенные часы. Мы приглашаем всех жителей Находкинского городского округа, жителей Приморского края посетить эту арену. И в виде тренировочных мероприятий, конечно же, здесь будут проходить на постоянной основе различные соревнования среди разных возрастов любителей хоккея. Это плановая работа правительства Приморского края под руководством нашего губернатора Олега Николаевича. Строительство любовых арен на территории Приморского края, так как у нас сегодня здесь арена, строится также арена в городе Дальнегорске. Достраиваем арену в Кавалерово, будем начинать строительство в Арсеньеве, для того, чтобы мы могли так или иначе развивать этот прекрасный вид спорта хоккей. И хоккей был доступен, и ледовые виды спорта в том числе были доступны для жителей нашего Приморского края. Свободные часы для массового катания выделены в субботу с 14 до 18 и в воскресенье после матча с 17 до 19 часов. Для населения это бесплатно, нужно взять с собой только коньки. Проживаем здесь рядом, вообще очень удобно, по доступности в шаговой, пришли, теплые раздевалки, все замечательно. Раньше тренировался, вначале первая команда «Восточник», потом перешел за «Дельфин». Вот, сейчас временно не тренируюсь. Пришел попробовать лед, первый лед, находки. Также на ледовой арене «Жемчужина» открывается набор детей на отделение хоккея краевой спортивной школы Олимпийского резерва. Уже дали объявления, много родителей звонят, как записаться. Сегодня уже запланированы родительские собрания. Будем разговаривать, объяснять, как мы будем двигаться, какие у нас планы развития. Это наша задача, во-первых, проявлять, как нужно больше детей, заниматься хоккеем и в дальнейшем уже повысить их уровень и вывести на максимальный уровень. Ледовая арена «Жемчужина» построена по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Здесь есть все необходимое для тренировок и соревнований. Стандартное ледовое поле размером 30 на 60 метров, трибуны на 300 мест, раздевалки и тренажерный зал. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok